Горожане, по большому счету, играют роль сторонних наблюдателей процесса подготовки образовательных учреждений к новому учебному году. Большинство родителей оценивает труд сотрудников управления образования и строителей непосредственно 1 сентября. А между тем, за каждым рабочим процессом по подготовке школы и детского сада стоит ряд проблем и трудностей. Одна из них – это то, что образование является специфической отраслью. Здесь четко регламентировано, что учебный процесс длится с сентября по май и не идет никакой речи об отпусках. Руководителям отводится три месяца на то, чтобы навести порядок. Кроме этого, приходится думать и об организации летнего отдыха детей в пришкольных лагерях. Кстати, Муравленко – единственный муниципалитет в округе, где летом отдыхает самое большое количество детей. А вот вторая проблема – это поиски добросовестного подрядчика. Проводятся торги, котировки. Мы не можем выбрать себе подрядчика такого, который может выполнять наши работы, может учитывать все замечания, может мобильно и гибко работать с каждым руководителем в каждом учреждении своей особенности. Мы знаем, что у нас есть здания деревянные, мы знаем, что у нас есть здания такие, как финская школа, мы знаем, что у нас есть здания капитальные, и это особенности. Так же, как и покрытие половое. Где-то оно из плит, где-то оно линолеум и так далее. Это все надо учитывать. Не каждый подрядчик готов так мобильно работать с руководством школ. И бывает порой ситуации, когда педагоги играют роль контролеров, отслеживая буквально каждый шаг строителей. Поэтому, когда возникают вопросы с тем, что мы можем задерживаться с ремонтом, не успевать, вопрос надо рассматривать в комплексе. Нельзя говорить, что виноват только учреждение. Нельзя говорить, что виновата только школа или детский сад. На самом деле, за каждым шагом стоят люди, и они разные. Поэтому возникают такие вот ситуации, которые иногда не в силах и мы решить. Они объективный характер носят. Несмотря на все трудности, строительные работы сегодня идут практически в каждом образовательном учреждении. Среди них частичный ремонт кровли в лицее и школе номер 2, облицовка с сайдингом детского сада «Солнышко», замена напольного покрытия в школах номер 1, номер 4 и в некоторых детских садах. Ремонт осуществляется в музыкальных и спортивных залах школы номер 4 и в детских садах «Дюймовочка», «Солнышко» и «Буратино». В нескольких школах ведется замена оконных и дверных блоков. Идет модернизация системы видеонаблюдения. Кроме этого, продолжаются работы в рамках текущего ремонта и благоустройства территории учреждений. Так, во дворе пятой школы укладывается брусчатка, преображается фасад здания. Для пришкольной площадки приобретено новое спортивное игровое оборудование. На территории детского сада «Снежинка» появятся современные теневые навесы. Сегодня можно говорить и о том, что дети и их родители будут приятно удивлены обновленным обликом учебных заведений. Эрнест Бавшин, Вадим Братчик. Новости нашего города.